Всем привет! Чтобы сделать обычный блок питания из железного трансформатора, нужен обязательно диодный мост. Вся мировая промышленность предлагает огромный ассортимент диодных мостов на любое напряжение и любой ток. Но, к сожалению, все эти мосты изготовлены из обычных упрямительных диодов. И, к сожалению, никто не изготавливает диодные мосты-шотки. И поэтому приходится мне их изготавливать для своих нужд самостоятельно. Вот такой диодный мост-шотки я делаю из вот таких диодных сборок. Это полумостовая сборка с двумя диодами-шотки, которые используются в импульсных блоках питания. Здесь в корпусе два диода с общим катодом. Вот общий катод посередине, а здесь анод первого диода и анод второго диода. Полумосты выпускают, а мостовые схемы не выпускают. Но, зачем я так сильно заморачиваюсь и делаю эти мосты для себя, если есть уже готовые варианты. Давайте включим этот блок питания с обычным диодным мостом. Подключим здесь нагрузку в виде лампочки. И обязательно вольтметр подключим. Посмотрим, что у нас будет на выходе. Напряжение 9,7 вольта. Хорошо, выключим. А теперь подключим сюда диодный мост-шотки. Сейчас я его подключу, и потом мы посмотрим, что там будет. Подключил я мост-шотки. Включаем блок питания. Обратите внимание на напряжение. 10,7-10,8 вольт. То есть на целый вольт больше. Дело в том, что на обычном диодном мосте, собранном на выпрямительных диодах, которые нам предлагает промышленность, напряжение падает в два раза больше, чем на диодном мосте-шотке. В среднем у такого моста падение напряжения 2 вольта. А у такого моста 1 вольт. А соответственно, чем меньше падает напряжение на выпрямительном мосте, тем меньше потерь. Меньше он будет греться, меньше энергии будет переходить в тепло. А зачем нам потери? Правильно, незачем. Поэтому, когда я собираю блок питания на токе в 10, 20, 50 ампер, то я обязательно делаю такой вот мост-шотке. Здесь в каждой сборке по два диода на 30 ампер. Если их запараллелить, как в моем случае, то у меня получается диодный мост-шотке на 60 ампер. Схему этого моста-шотке я сейчас приведу на экране. Она состоит из четырех сборок и, соответственно, из восьми диодов. Большинство электронщиков собирают подобные мосты, используя три таких сборки. Вот сейчас схема приведена ее. Там используются четыре диода из шести, возможных в трех этих сборках. Я же использую четыре сборки и использую все восемь диодов, которые входят в них. Это, я считаю, намного рациональнее. И тут должен еще заметить, что у каждой такой сборки металлическая основа его соединена с катодом диодов. Поэтому для установки такого моста-шотки на радиатор необходимо использовать обязательно прокладки. Такие вот силиконовые прокладки, изоляционные. На каждую эту сборку необходимо будет установить по одной такой прокладке. И только после этого его можно устанавливать на радиатор. В общем, если вы будете делать мощный блок питания и вам понадобится диодный мост на большой ток, не поленитесь и соберите себе его на диодах-шотке. Будет намного эффективнее. До сих пор, если честно, я не понимаю, почему промышленность не выпускает диодные мосты-шотки и приходится их делать самостоятельно. В чем здесь прикол, в чем здесь особенность, я не знаю. Может, конечно, я плохо искал, но вроде за долгие годы своей жизни так ни разу и не встретил. Ну, надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте большой палец вверх. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.